Доллары где-то надо взять. Греции, чтобы нести рост возросшего долгового времени, приходится продавать порты, музеи, все что угодно. В Соединенных Штатах Америки можно просто продолжать наращивать свой госдолг. В обмен на бумагу ты отдаешь бумагу. Два-три человека платят, один получает. Экономика Трампа, тромпономика, она потенциально самоубийственная. Есть шанс у него остаться президентом Камикадзе. Ты должен обеспечить стабильную экономику. Для них инфляция – это облегчение долгового времени. А это очень важный момент, когда мы говорим именно о госдолге Соединенных Штатов. Мы все помним наш дефолт. Серьезное потрясение. Потому что что такое дефолт для страны, которая производит рубли, должна отдавать в долларах? Это проблема. Доллары где-то надо взять. Дефолт – это проблема для любой страны, заимствующей прежде всего на внешнем рынке. Потому что на внешнем рынке отдают и заимствуют в мировой валюте. Единственная страна, для которой дефолт не проблема – это та страна, которая эту валюту и производит. Если мы должны в рублях, и у нас есть чудесная способность производить рубли, создавать рубли, печатать рубли, если хотите, то невозможность из имеющегося количества рублей отдать долг – это неприятность, а не проблема. И ровно поэтому, когда мы слышим о том, что американское казначейство, американское правительство приблизились к очередному потолку долга и вот-вот объявят дефолт – это неприятность для них, а не проблема. Где-то с середины XX века Конгресс устанавливает абсолютную величину, потолок заимствования, абсолютную величину, выше которой госдолг Соединенных Штатов не может находиться, не может превзойти эту величину. Если посчитать, ну, как минимум, пару десятков раз, как минимум, а то и больше, с тех пор этот долг, этот потолок постоянно сдвигался. Когда президенту одной партии, большинство в одной или там в обоих палатах Конгресса, а в другой партии, могут возникать, собственно, ситуации, когда правительство перестает оплачивать основную часть своих функций. Ну, вот так называемые шотдауны, да, вот такой термин используется. Как бы правительство закрывается. Самым серьезным последствием этого был до сих пор скандал с президентом Клинтоном, который едва не стоил ему президентства под конец его срока. Один из таких технических, как бы, дефолтов, да, когда правительство закрылось, и, соответственно, там, обслуживание президента в Белом доме не осуществлялось обычным финансируемым из бюджета порядком. Он там одну из практикантов за пиццей посылал, ну, и как-то все завертелось. Зная Клинтона, можно предположить, что завертелось бы и без этого. Но вот на самом деле, на самом деле, ничего более серьезного, чем это, данные, вот, техническое закрытие правительства не влечет. Оно обычно длится, там, от нескольких дней до нескольких недель, но потом стороны как-то находят удовлетворяющий их сложный компромисс. Сейчас потолок поднимается, ну, и финансирование расходов бюджета возобновляется. Возобновляется в обычном порядке. Другое дело, ну, в цифрах, в абсолютных цифрах. Когда Клинтон посылал практикантку за пиццей, там речь шла о потолке в районе 5 триллионов, плюс-минус, долларов, выше которого госдолг США не может подняться. Сейчас этот потолок, спустя, ну, сколько там лет прошло, с 90-х годов, да, находится в районе 31 с чем-то там триллиона долларов. Ну, то есть с пяти до тридцати, там, до тридцати с лишним. Очень серьезная в абсолютном выражении величина. Но не будем забывать и об инфляции. Не будем забывать и об инфляции. А это очень важный момент, когда мы говорим именно о госдолге Соединенных Штатов. Если мы занимаем в долларах, а зарабатываем в рублях, то и у нас рубль обесценивается, то есть происходит инфляция рубля, то нам для того, чтобы отдать то же количество долларов, нужно больше рублей. Либо нам нужно больше товаров, точнее, вот если речь идет о межгосударственном долге, нам нужно больше каких-то товаров, которые мы продаем на мировом рынке, чтобы получить то же количество долларов, да. Вот это проблема. А когда у нас происходит инфляция доллара, и мы, собственно, являемся Соединенными Штатами Америки, это значит, что за один доллар, взятый когда-то, мы отдаем по факту меньше долларов, потому что каждая купюра, каждая монета или каждая счетная единица, называемая долларом, весит как бы меньше. В этом смысле для них инфляция – это облегчение этого времени. Долгового времени. Ну, такая вот уникальная ситуация. Поэтому важное значение для оценки ситуации, вот, собственно, с американским госдолгом, с возможными проблемами заключается, связано с относительными параметрами. С относительными параметрами. Какую часть, условно, ВВП или какую часть госрасходов нужно отдать за этот долг. И вот здесь последними президентами Соединенных Штатов Америки, которые снижали за время своего правления госдолг, которые оставляли госдолга меньше, чем принимали от предшественники, были Орен Гардинг и Калвин Колледж. Мы таких даже не знаем. Это 20-е годы 20-го века, 100 лет назад. Вот последние президенты, которые снижали госдолг в абсолютном выражении за время своего президентства, 100 лет назад. За последующее время госдолг только рос. Рос по-разному. Очень много для становления современного госдолга сделал Франклин Рузвельт и его новый курс. Но здесь надо учитывать, что на это повлияли не только программы нового курса, то есть вот этой самой активной интервенционистской государственной политики, о которой мы так много слышим в последние годы, в последние десятилетия. Что вот хорошо бы и нам новый курс такой. Но и Вторая мировая война, когда госрасходы Соединенных Штатов скакнули просто колоссально. Во-первых, на госдолг оказало влияние, это было чуть раньше даже, Вьетнамская война. Но в целом тот же Линдон Джонсон, при котором эта Вьетнамская война и шла, не очень сильно госдолг увеличил. Он был одним из президентов, которые в наименьшей степени, при всем при том, увеличили госдолг Соединенных Штатов. А вот со второй, особенно половины 70-х годов, госдолг стал постепенно наращиваться. Экономика столкнулась с трудностями, это потребовало соответствующего при падении доходов увеличения расходов. Но в следующем, после Франклина Рузвельта, президентом, который масштабно увеличивал госдолг, притом сделал это в условиях не военного времени, на который приходится значительная часть администрации Рузвельта, а сделал в условиях вполне мирного времени, и при этом сделал это не за 12 лет, как Рузвельт, а за 8, был Рональд Рейган, отец экономики предложения, консерватизма, неоконсерватизма, монетаризма, в общем, икона стиля для всех, кто является противниками государства. Этот противник государства увеличил госдолг за время своего президентства по оценкам где-то на 180%, то есть почти в два раза. Но при этом он наращивал расходы на Баронку, военные расходы росли, продолжалась политика, в общем, стимулирования экономики, и в этом смысле вот этот вот разрыв, когда проходят налоговые реформы, налоговые поступления падают, а расходы на ту же оборону растут, приводит вот к такому разрыву, да, этот разрыв надо чем-то покрывать. Про Рейган и этим стало госдолгом, то есть наращивание госдолга. То есть если посмотреть после Рейгана на всю предшествующую вот, так сказать, 40-50 лет экономической политики с учетом Рузвельта, с учетом Великой депрессии, то там, там, правительства, которые наращивали в каких-то чрезвычайных условиях госдолг, да, будь то экономический кризис или война, все-таки так или иначе стремились его как-то вернуть, стремились его, ну, как бы держать, жить по средствам, ну, хотя бы в какой-то перспективе, да. Об этом говорила экономическая теория киньсянства с идеей контрциклической политики. В условиях кризиса мы наращиваем госрасходы, да, для стимулирования экономики, но в условиях экономического роста у нас есть возможность наоборот его, эти госрасходы снижать, а не наращивая тем самым госдолг. Рональд Рейган открыл рецепт экономического чуда. Можно наращивать госрасходы, снижая госдоходы за счет роста госдолга. В историю своей страны Джордж Буш, ну, старший, вошел героем, в том числе с точки зрения фискальной, бюджетной политики. Он увеличил госдолг процентов на 30, но героем побежденным. побежденным человеком, который четко понял, как он любил говорить, это экономика, дурачок. Ты можешь не выигрывать ни одной войны, можешь вообще лажать по-мелкому и по-крупному, но ты должен обеспечить стабильную экономику, что к концу своего срока Клинтон и сделал. Пришел Буш, Буш младший, который тоже помнил о поражении своего отца, поражении на выборах, на вторых президентских выборах, и он проводил вполне себе рейгановскую политику. Он наращивал госрасходы, при этом рост госрасходов в значительной степени был вызван еще и войной в Ираке, которая резко звинтила расходы на оборону, при этом, ну, в общем, не увеличивая особо или даже пытаясь снизить налоговую нагрузку. Он, в общем, существенно при нем увеличился госдолг, не критично, но очень существенно увеличился за 8 лет президентства Буша. Младшего госдолга. Видя это, молодые демократы стали, включая Барака Обама, будущего, на тот момент неизвестного еще сенатора и будущего президента, били тревогу, говоря о том, что фундаментальной проблемой является накопление не просто госдолга, а является рост внешнего госдолга, который, сочетаясь с платежным дефицитом Соединенных Штатов Америки, создает проблему, уже не неприятность, а проблему. И эта неприятность связана, и эта проблема, точнее, связана не с бюджетными проблемами, которые оставались на самом деле не очень существенными. На языке цифр. Если посмотреть даже на президентство Буша-младшего, то госдолг в проценту к ВВП, величина госдолга в соотношении с объемом годового выпуска всей экономики составлял 60%. Ну, то есть, условно, вот если бы Америка, вот если Америка, как экономика, захотела бы на тот момент выплатить весь свой госдолг, накопленный за всю свою историю, то она бы отдала годовой объем производства, и у нее осталось бы от этого еще ну, 40%, чуть больше половины. Проблема, еще раз, была не в госдолге как таковом. Проблема была в том, что этот госдолг очень существенно интернационализировался. И интернационализировался он таким образом, что крупнейшим кредитором Соединенных Штатов становилось, или, точнее, даже стала Китайская Народная Республика, которая вот на тот момент стала или подбиралась к тому, чтобы стать крупнейшим держателем облигаций госдолга Соединенных Штатов Америки. И это вместе с накапливающимся дефицитом торгового и платежного внешнеторгового баланса Соединенных Штатов создавало вот угрозу для, с точки зрения ну, в общем-то, оно так и было, создавало различные угрозы, создавало проблемы. Делало Соединенные Штаты и финансовую систему фундаментально зависимыми, в частности, от того же Китая потенциально. Если сказать это просто на языке цифр, при Обаме госдолг Соединенных Штатов очень быстро приблизился и превысил отметку 100%. То есть он объем накопленного госдолга сравнялся и даже превысил чуть объем ВВП. При этом там, где мог, Обама все-таки пытался в те года, когда мог снижать дефицит, не наращивать его существенно, тем не менее, за счет того, что на его президентство пришелся масштабнейший кризис седьмого-восьмого годов, последствия которого по существу не были преодолены в полной мере, поскольку и после него экономический рост стал весьма слабым, он не достиг тех отметок, которые были при Клинтоне, да даже при Буша младшем. Соответственно, проблема обострилась. К власти пришел Трамп. Экономика Трампа, тромбономика, даже если бы она реализовалась в полной мере, не могла бы не стать остро дефицитной с точки зрения бюджета. Он был сторонником массированных вливаний в инфраструктуру, наращивания расходов на оборону и налоговых реформ, что на языке республиканцев и Трампа означает снижение налогов. При всем при том, госдолг продолжал расти, но темпом, которые были в среднем соответствовали тому, что происходило в предшествующие 20-30 лет. Так бы оно и было, если бы не грянула пандемия. Кризис, который сопровождался мощнейшим ростом госрасходов и уходом в экономике, пусть и кратковременным уходом в экономике в крутой опеке, да, из которого она вышла, но которое привело к тому, что по сути на каком-то этапе фактически госрасходы стали финансироваться уже не заимствованиями, а просто деньгами. То есть фактически возникла ситуация, когда на полную мощность, ну, как бы это ни звучало, может быть, не точно, заработал печатный станок. То есть денежная, не просто госдолг, а денежная масса в Соединенных Штатах резко взлетела. То есть до этого на самом-то деле госдолг был элементом как бы на самом-то огрублять, борьбы с инфляцией, если можно так выразиться. Потому что по существу он означал возможность наращивания госрасходов без, ну, одновременного как бы соответствующего наращивания денежной массы. Ну, чисто вот экономически это вот выглядело так. Более того, с учетом того, что это был долларовый долг, то по сути инфляция импортировалась, ну, вывозилась точнее. Происходил со стороны Соединенных Штатов экспорт инфляции, а со стороны всего мира импорт этой самой инфляции. Инфляционное давление в существенной степени вывозилось как бы в Соединенные Штаты. Ну, смотрите, если Соединенные Штаты должны миру и должны, допустим, выплачивать 5% этого госдолга ежегодно в виде процентов, да, и при этом в Соединенных Штатах инфляция составляет 5%, то вот вам интересна арифметическая задача. Сколько выплачивает Соединенные Штаты Америки? Так вот, если грубо приблизительно, они доллар заняли и 5 центов за него отдают, то есть, как бы доллар за доллар, да. Еще раз, если ты являешься Соединенными Штатами Америки, ты можешь за счет своей инфляции снижать время своих внешних заимствований. Для всех других стран такая операция возможна только по отношению к своему внутреннему долгу. Правительство России должно гражданам России, да неважно кому, должно в рублях, но если процент по рублевым вот этим облигациям, по рублевым заимствованием ниже, чем процент инфляции, то выигрыш в чистом виде находится на стороне правительства России. Ну, так работает. В случае Соединенных Штатов Америки это работает не только на внутреннего держателя, не только для всего мира на самом деле. Случилась пандемия. пришел президент, которого можно называть как угодно. В истории он, скорее всего, хотя мы не будем историю писать раньше времени, но есть шанс у него остаться президентом Камикадзе, занимаясь политикой, которую никто не хотел бы проводить. Дефицит бюджета достиг в общем больших значений, скажем так, мягко. Госдолг достиг 130%. То есть, еще раз, если в начале, ну вот, еще в 2000, в районе 2010 года он едва подбирался к 100%, если в 2000-е годы он где-то там был в 60%, сейчас 130. Госдолг превысил объем ВВП. Греции, чтобы нести рост возросшего долгового времени, приходится продавать порты, музеи, все, что угодно. Соединенным Штатам Америки можно просто продолжать наращивать свой госдолг. Сейчас мы видим очень алармистские заявления о том, что смотрите, там очень резко возрос процент гособлигациям, да, который был до этого устойчиво низким, сейчас он где-то там 5-8% как-то достигает, собственно, учетная ставка, то есть Федеральная резервная система составляет те же 5 с чем-то процентов, да, это тоже, в общем, если брать последние 30-40 лет, это, ну, такой исторический максимум, хотя при Рейгане там и она и выше была, а в начале его правления дефицит бюджета составляет 1 триллион, там, один с чем-то, да, а расходы по нему, там, по процентам точнее, по госдолгу составляют 300-400, там, миллиардов долларов в год, которые бюджет платит, то есть по факту от трети там до половины денег, да, которые, как бы составляют вот размер госдолга, они идут на погашение уже имеющихся долгов, опять же, это большая проблема для любой другой страны, кроме Соединенных Штатов Америки, Соединенные Штаты Америки могут погашать этот долг теми же бумагами, да, теми же денежными единицами, которые, собственно говоря, этот долг создают, но это в каком-то смысле волшебный горшочек вари, да, основанный на том, что Соединенные Штаты являются центром мировой финансовой системы и тем самым мировой экономики. Япония. Страна, в которой госдолг является одним из крупнейших, процент госдолга КВП является одним из крупнейших вообще не только там, а где-нибудь, а в мире. В Японии госдолг приближается уже к 200%, 200%, там, 180 с чем-то, не помню. И ничего, живут, не рушатся, не собираются, потому что японская иена также является одним из центров, одним из таких вспомогательных мировых финансовых центров и, соответственно, одной из вспомогательных мировых валют. Проблемы возникают у тех стран, которые должны за свои долги отдавать что-то, кроме бумаги, кроме обязательств, кроме электронных сигналов. Вот если ты Греция, условно, или если ты обычное частное лицо, которое заимствует деньги, в обмен на деньги ты должна отдавать какие-то активы, ну, нефть, квартиру, взятую в ипотеку, машину, порт, аэропорт, право на пользование недрами, вот вообще все, что у тебя есть. Если ты центр, или хотя бы вспомогательный центр мировой финансовой системы, в обмен на бумагу ты отдаешь бумагу. Ну, вот как-то так. А в обмен на обязательства ты отдаешь обязательства, и это просто помогает тебе, ну, как-то в текущем нормальном порядке финансировать, сводить текущие расходы с текущими доходами. Проблемы есть, но они есть потенциально в Соединенных Штатах Америки. Они связаны не с величиной госдолга, они связаны не с ну, вот там сейчас ожидается достигнет 6% в этом году после пиковых значений там предыдущих двух лет по оценкам. Но эти 6% это как бы ну не такая уж какая-то сверх высокая никогда не встречающаяся величина. И даже 130% отношения госдолга к ВВП это не какая-то проблема. И технический дефолт, который может объявить, а может не объявить Конгресс, это тоже в общем ну не что-то из ряда вот выходящее. Они происходят ну так в среднем раз в 5 лет, а то и чаще. проблема в другом. Гораздо большей проблемой, чем процент про госдолгу, является та часть расходов, которая правительство Соединенных Штатов не может изменить. Это так называемые обязательные расходы. Те расходы, которые заложены законодательно и которые законодательно изменить практически невозможно. а вот если мы говорим о том, что они составляют 25% госрасходов, ну то есть четверть всех госрасходов в целом, то есть четверть всех госрасходов в целом это величина неизменяемая. И что это за расходы? Это возникшие во времена со времен президента Рузвельта расходы по социальному страхованию, по пенсиям и возникшие при нем же, но усиленные затем при Линдоне, Джонсоне и в последующее президентство расходы на медицину. То есть пенсии и медицина. Вот это крупнейшие по своей величине расходы госбюджета Соединенных Штатов и при этом расходы, которые не могут произвольно варьироваться. Они превышают по размеру следующие за ним расходы на оборону и все остальные расходы. И в отличие от расходов на оборону они не могут в бюджете произвольно варьироваться ни желанием президента, ни фактически желанием Конгресса. То есть вот еще раз они составляют порядка там на вскидку превышают 5 в районе 5-6 триллионов для сравнения. Дефицит бюджета 1 триллион расходы на медицину и соцстрах говоря по-русски 5-6 триллионов можно сказать проблема здесь. Вот она проблема с этим надо что-то делать. Но и это не проблема. так сложилось что со времен вот собственно 30-х годов и затем в последующие десятилетия система медицины и соцстрахования система благосостояния соцобеспечения как угодно ее назовите в Америке складывалась иными формами иными методами чем скажем даже вот в Западной Европе не говоря уже о бывшем соцлагере и самая большая статья расходов расходы на пенсионное обеспечение пенсионные выплаты заложенные в государственные не в частные а в государственные планы является являлась долгое время профицитным и более этого профициты и от этого вот от этой статьи как бы расходов да как это не парадоксально звучит позволяли перебрасывать их на покрытие дефицитов бюджета снижая тем самым общую долговую нагрузку на бюджет Соединенных Штатов как это происходило да так что люди платят отчисления платили при этом процент выплат был относительно небольшим образовывался профицит ну то есть на одного рабочего на одного точнее получателя вот этих выплат многие десятилетия приходилось два-три работника которые эти выплаты производили то есть два-три человека платят один получает образуется излишек этот излишек вкладывается государственные долговые обязательства особого типа которые по сути принося процент составляют в то же время доход бюджета который в свою очередь может накопленные эти доходы ну по сути вот это такое многоступенчатое переперебрасывание из кармана в карман все возрастающих сумм профицитов которая продолжалась до на самом деле до да по медицине там был уже довольно быстро возникли отрицательные значения вот эта основная статья вела к тому что вот вся эта социалка в Соединенных Штатах долгое время оказывалась профицитной и более того настолько такой профицитной профицитной что она позволяла смягчать в целом долговые обязательства и более того было элементом функционирования финансовой системы поскольку там трастовые фонды вкладывались туда и так далее вот так было эффективно с экономической финансовой точки зрения организована система социального обеспечения все испортили бэби-бомеры как это обычно бывает в 2008 году на пенсию стали выходить первые бэби-бомеры вот то поколение поколение условно Клинтона которые стали которые родились во второй половине 40-х 50-е годы и они составляют порядка там если я не ошибаюсь 80 миллионов от 60 до 80 миллионов населения Соединенных Штатов которые там 320 если я не ошибаюсь очень большой процент масса людей стала выходить получать право на выплаты а при этом количество работников стало снижаться стали образовываться первые дефициты в этой системе и по сути речь идет о том что через 10 лет по имеющей если ничего не будет изменено в этой вот в этой модели а изменить людей можно не так много на самом деле можно ее либо отменить но это значит отмена как бы всей социалки да ну либо увеличить выплаты которые платят сокращающееся количество работников сокращающееся относительно растущего количества издевенцев да вот через буквально через 10 лет есть подсчеты которые говорят о том что вот этот профицит накопленный за предшествующие десятилетия воплощенный вот собственно в государственную приносящих доход долговых обязательств он может быть съеден фактически проедет фактически если ничего не делать в перспективе ближайших 5-10 лет ну вплоть до начала 30-х годов каких-то катастрофичных драматичных изменений если вот просто текущую ситуацию без всяких возможных внешних факторов перебросить на будущее каких-то катастрофичных драматичных глубоких изменений в мировой финансовой системе не предвидится но при этом при этом при этом будут нарастать будет нарастать напряжение напряжение выражающиеся в тем что страны будут одновременно экономики будут одновременно сталкиваться с проблемой как бы уйти от привязки к доллару и при этом найти этому доллару какую-то замену потому что вот та конструкция которую мы так очень бегло упомянули которую мы очень бегло обрисовали это ведь не только ситуация от которой выигрывает Соединенные Штаты Америки они очень сильно безусловно от этой ситуации выигрывают последние десятилетия выигрывают когда они могут расти там где другие не растут выигрывают где они могут расти наращивая свой госдолг увеличивая свой бюджет свой дефицит бюджета расплачивая из-за этой инфляции которая перебрасывается в окружающий мир снижая при этом для них самих бремя собственно возникших долговых обязательств современная мировая финансовая система возникла из кризиса 30-х годов которому послужило накопление массы вот таких дисбалансов между странами и она стабилизировалась устаканилась тогда когда Соединенные Штаты нехотя но сказали ребята все свои дисбалансы я беру на вас да я буду оплачивать вам своими бумажными долларами но я буду конечным держателем всех накопившихся в системе дисбалансов отсюда будет расти мой торговый дефицит отсюда я буду терять свою долю в мировом промышленном производстве но эта система стабилизируется в целом в мире что-то Соединенные Штаты потеряли что-то приобрели но весь мир обрел 70-х 60-е 70-е 80-е все менялось но обрел некую стабильность и сейчас эта эпоха закончилась поэтому в ближайшие десятилетия Соединенные Штаты очевидно продолжат быть основным бенефициаром этой системы весь мир продолжит искать что-то что эту систему заменит эти поиски будут долгими проблемными как правило безуспешными результатом будет выстраивание вот таких двусторонних связей и чем больше дисбалансов будет накапливаться в ходе этих двусторонних связей тем более волатильным будет вся система мировых финансов в горизонте ближайших десяти лет но ожидать что она рухнет вот рухнет вот буквально вот-вот сейчас на днях когда какой-то там процент или какой-то там показатель упрется в потолок там госдолга или еще чего-то такого ожидать нельзя нас ожидает нестабильность нас ожидает рост проблем но для самих соединенных штатов это пока еще неприятность и если говорить на языке цифр то опять же несмотря на все имеющиеся тренды ну доллар продолжает оставаться основной мировой финансовой валюты занимая там 58 процентов если я не ошибаюсь больше половины во всяком случае при том что евро как ближайший соперник он где-то там болтается в районе 20 процентов поэтому если мы можем вот как бы так сказать реконструировать каким-то образом американскую политику в которой доллар используется как политическое оружие чего раньше не было в таком же режиме то это можно реконструировать таким образом давайте скажем это прямо есть большая страна очень большая страна это не Мьянма не Северная Корея одними торговыми санкциями ее не окружить ее надо выпилить из мировой финансовой системы ценой да ценой ценой но эта политика базируется на том что одного пусть крупного регионального регионального игрока выпиливают путем использования как оружия не столько самих по себе санкций сколько доллара как такового а победитель получает все и поэтому когда у нас говорят о том что эта политика самоубийственная да она потенциально самоубийственная в том случае если она не приведет к результату к тому результату на который надеются в вашингтоне в целом говорить о том что мировая финансовая система необратимо изменилась так говорить на сегодняшний момент нельзя мы пока живем в той мировой финансовой системе в которой жили в конце двадцатого века а если мы хотим победить мировую финансовую систему то мы должны вспомнить опыт борьбы с мировым капитализмом о котором нам есть что сказать и есть что вспомнить мировая 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 мировая